Как сейчас я думаю, только что закончился первый домашний матч нового сезона, Нива, как и предполагалось, достаточно легко пограла своего соперника и с того игра. А интервью мы берем у лучшего игрока по версии болельщика прошлого сезона, вратаря Алексея Кишенко. Алексей, ну еще раз поздравьтесь, что признали лучшего игрока. Я жил много. Честно говоря, да, вообще не жил, на самом деле. В первую очередь в жизни и в карьере получаю какой-то приз. Очень приятно. Я думаю, что первый раз, первый приз он запомнится, наверное, навсегда. Поэтому, конечно же, приятно. Только положительные эмоции. Честно, вообще не ожидал, что такое даже может быть. Открою вам маленький секрет. Из того числа участников, которые принимали в этом конкурсе или опросе, по-моему, два или три человека только не поставили вас в тройку. Но вы выиграли заслуженно и по первым местам с большим отрывом во прошлый сезон. Наверное, народ помнит, как вы в концовке сезона провели очень неудачно. Не знаю. Может быть, но, в другой стороны, в принципе, может быть, были люди, которые более ровно, так сказать, провели сезон. Я не могу сказать, что у меня сезон там прям прошел там ровно. Бывали где-то звезды, бывали падения, понятно. Но, в любом случае, спасибо, приятно. Я постараюсь отработать. Да, это как авансы. У нас всегда, при случае игроков, они еще как авансы. Ну, давайте так шутливую тонну грунта по сегодняшней игре. Ну, честно говоря, вот перед игрой, я говорю, от сорока выиграем сегодня, увидев, что у них состав вообще еле-еле на основу наскребается. Я думал, на одном коньке как бы обыграем. И первые три минуты, три-ноль, улыбки на лица, казалось бы, это. Что произошло с командой? Ну, я не знаю. Могу сказать одно, что да, действительно, у нас, в принципе, что в первой игре, что во второй еще не плохо начинаем начало, вроде бы сразу же уходим в отрыв. Потом были какой-то спад, какие-то начинаются просто детские ошибки, какие-то потери небоснованные, либо еще что-то. И, ну, я не знаю, может быть, пока не можем, как говорится, добить соперника, там, сразу сделать, там, три, там, пять, и, чтобы, либо говоря, там, соперник понял, что ловить вражей уже, как бы, нечего. И начинаются такие плачели, нас догнали, мы бы опять где-то оторвались. То есть, игра, получается, вот каким-то романным отлеском идет. Ну, надо понимать, что это первый сезон за последние годы, когда не будет возможности в плохую разницу наверстать в матчах плейлов. Их не будет. Поэтому команда должна выходить, вот, на мой взгляд, чеховские медики по сегодняшней игре от пятидесяти бы забили этой команде. Они бы просто дожали. Ведь самое интересное, вот, для меня, вот, неприятно по этой игре, что мы команда, которая, там, из восьми игроков состоит. Бог с ним первый тайм, мы выиграли, мы 14 мячей забили. Ну, во втором, когда преимущество наше по силе, а мы весь состав использовали, кроме Коваленко, мы должны игру просто вынести. И, посмотрите, добиваемся 11 мячей разницы, и после этого пять мячей подряд проиграем. Ну, то есть, вот, меня как бы накипело, я в интервью редко это говорил. Вот там, ребята, я знаю, смотрят, но так, как говорил Петржево, не можно играть. Это чемпионат, здесь каждый матч, всего, здесь три команды, где можно разницу лучше. Это, ну, хоть и смотрят нас все, это, ну, по нему есть энергия, это сегодняшний наш соперник. Ну, наверное, все-таки я Сунгуль отнесу сюда. А, нет. Да, все. Больше не все команды рованы, больше нигде. Поэтому, ребята, давайте, как бы вот сегодня, я думаю, тренер все скажет. Ну, я думаю, да. Теперь по... Все. Одна минута. Значит, полигры вратарей, да. У нас сложилась второй раз за историю Невы ситуация, когда три сильных вратаря в команде. Ну, дежурный вопрос. Помогает это для роста мастерства или все-таки это... Я думаю, конкуренция в любом случае идет. Ну, конкуренция-то всегда хорошо. А обид нету? А кому-то больше времени? Обид вообще никаких нету. А как я могу лицать грибу? Хочешь играть, выходи, вбивай в каждую. Будешь играть в определенный вопрос. Ну, три вратаря хорошо. Ну, я не знаю. Тренератов решили усилить много. Ну, вы помогаете друг другу, в принципе, важно. У нас нету такого, что мы там кого-то там обижаем, жестко. Все как бы работают, все прекрасно понимают. То есть всегда порадуемся просто за товарищей. Когда, если не пошло там что-то, то ничего. Там никто не будет до выступления. Скажем, ну, ничего, не пошло. Получается победа. Может быть, вырастет. Давайте. Хорошо. Не будем заканчивать на грустенности. Конечно, победа есть победа. Три очка. Игра сбывается, очки остаются. Следующий тур очень тяжелый. В Ферми игра. Там нельзя вот, как бы, таких вот расслабонов. Поэтому пожелаем через вас всей команде собраться на трейлеру. Максимально выложиться. Показать результат, на который получите. Спасибо. 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 Спасибо.